Улицы и дворы Ульяновска начали освобождать от снежных заносов еще затемно. Однако, даже для 141 единицы техники работы оказалось слишком много. Ситуация сложная, но не критическая. Успокоили в управлении дорожного хозяйства. Зима пришла. Весна придет, тут грязь, асфальта нет. В центре города живем, улица не асфальтирована. Вот сейчас этот бордюр, бордюр меня спасает. Если вот этот снежный бордюр, если его сейчас уберут и не будет, и чистят, они машинами этими камазами, да, мне по окошкам бьют. Они практически не чистят. Вот подойдите еще вот в торец дома, люди там ходят, в 10-й дом ходят люди. Там вообще не чищены, вообще не чищены. Он поднимает лопату и проходит. Мы разослали информационные письма управляющей компании, чтобы они в период с 11 по 15 число, с декабря 2017 года, как раз вот у нас снегопады начались, чтобы они провели мониторинг и вопросы образования снежных навесов и сосулек на крышах, и по поводу наличия снега на тротуарах и предмавых территориях. При обнаружении таких явлений, чтобы они приняли соответствующие меры. Непогода никоим образом не сказалась на работе железнодорожного и автовокзала Ульяновска. Также без проблем в аэропорте принимались и отправлялись рейсы. Однако не все жители области разделяют оптимизм транспортных служб. Я ехал с продуктами для своих ребят, которые работают на ферме. С продуктами, с лекарствами, со всем необходимым. Переди меня застряла, по-моему, или девятка, или четырнадцатая Жигули. Фактически она шла за КамАЗом. Со слов КамАЗа он сам съехал с дороги, не удержался. Ну, не оселяют, к сожалению, нашу дорогу КамАЗы. Грейдеры справлялись. Но Грейдер, насколько я понимаю, сейчас остался один, и ему достаточно тяжело приходится. Потому что расчищает и Белый Яр, и Брянинское направление. Наверное, они в большем приоритете, чем мы, потому что у нас поселок маленький. В целом, жизненно важным трассам и дорогам первой категории должное внимание уделили. Коллапса не было. Даже в отдаленных от центра районах за дело взялись оперативно, чтобы снег не парализовал транспортное сообщение. В дальнейшем влияние циклона ослабеет, и начнет у нас усиливаться антициклон с восточного направления. Это где-то с районов, скажем, пред Уралья. И поэтому у нас ожидается небольшое понижение температуры воздуха, и осадки будут, конечно, но менее интенсивные. Обращение ульяновцев по вопросам расчистки снежных завалов и уборки сосулек принимают в контакт-центре при главе города по телефону 73-79-11 и 05. Работает мобильное приложение «Профессиональный гражданин». В свою очередь работники коммунального хозяйства напоминают, что припаркованные во дворах автомобили мешают спецтехнике оперативно справляться с поставленными задачами.